Привет! Всем приветики! Да, 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 здравствуйте, 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 привет! Ай, как вы все быстро присоединяетесь, отлично! Привет! Как у вас настроение, как настрой? Пишите свое ощущение сегодня, пятница последняя в этом году. Это самое-самое... Все, уходит год, уходит восемнадцатый. У меня все прекрасно. Вот уже спрашивают, как дела? Здравствуйте! Нет, у меня ботокса нету, спрашивают, ботокс ли у меня нет, нет ботокса. О, вас тоже с наступающим! Приветики! Я дома у себя. Так... Здрасте, здрасте, здрасте! Пишите ваше настроение, как вообще у вас сегодня. Готовы? Готовы окунуться в техники, окунуться вообще в новую жизнь, потому что сегодня будет моя история. Сегодня будет моя жизнь. Правда вся обо мне. С наступающим! Как научилась не морщить лоб? Ну, как научилась не морщить лоб? Это мама била побу у меня с детства. И вообще у меня, на самом деле, не было с детства мимики. И Казань смотрит нас. Да, вот я где-то сегодня в пиджаке, если видите. Привет, привет! Настроение у всех супер! С наступающим! Отлично! Ну, у нас все присоединились. Я живу в Геленджике сейчас. Давайте расскажу, как будет построен наш эфир. Я немного расскажу свою историю, как и обещала, потому что кто на меня давно подписан, знает только по Инстаграму. И многие думают, что жизнь такая классная, прям без всяких проблем. Сначала я представлюсь. Если кто меня не знает, привет из Крыма, из Ярославля. Ну, всем-всем-всем привет! Дед Морозики полетели. Меня зовут Александра Харитонова. Я автор курса «Перепиши жизнь» личностного роста. Актриса, телеведущая, экс-участница реалити-шоу «Дом-2». Ведущая. Да, и Краснодар. Кто меня не знает, давайте знакомиться. Зовут меня Александра. Вы сегодня попали на интересный эфир, потому что я расскажу, как достичь успеха. Но успеха не то, что в финансовом плане, это само собой разумеется, а успеха, внутреннего успеха, само для себя. Чтобы улыбаться, чтобы идти по жизни смело, чтобы радоваться каждому дню. И давайте я вкратце просто опишу сегодня мою жизнь, расскажу, как я вообще выбивалась из этой жизни, из негатива, из алчности, из ревности, из всех пороков, которые у меня вообще были. И как я дошла? Наверное, мало кто знает, что я была в глубочайшей депрессии несколько лет, и многое я пережила, потому что начала осознавать и анализировать, как можно жить дальше. Как надо прожить, чтобы наконец-таки победить, наверное, этого страшного дракона, как сам себя. Все вы знаете, что я была на телепроекте «Дом-2» достаточно долгое время, и была я там два раза. Первый раз, когда мне было 23 года, а второй раз, когда мне было уже 30 с лишним. И давайте я выключу комментарии, потому что потом я и включу, мы будем с вами общаться, и я буду вам задавать вопросы. И чтобы мне не сбиваться, то я сама нервничаю. Первый раз я решила все рассказать, как есть на самом деле о себе, и как я дошла вообще к сегодняшнему дню, как я сменила место жительства, как я понеменяла полностью свою жизнь, свою работу. Началось, наверное, все, конечно, с «Дома-2» первый раз, когда мне было 23. После этого я поняла, что у меня возросло сильно эго. Когда корона была выше неба, и я думала, что я круче всех звезд, тогда зародилось чувство того, что хочется быть превосходной, хочется быть самой лучшей. И после «Дома-2» мне стало сложно, у меня была депрессия, сильнейшая депрессия, с которой не могла выйти, потому что сначала ты живешь в одном ритме, у тебя камера, у тебя экран, а вдруг потом резко ты попадаешь за периметр, и что? Что в итоге? А самолюбие-то есть, окажется, что тебе все должны. Я даже сейчас вспоминаю, у меня даже как-то страшно. Окажется, что тебе все должны. А оказалось, мир такой суровый, что тебе никто не должен. А после «Дома-2» вообще было устроиться куда-либо сложно, и ничего не хотелось, ты привык всегда блистать. А тут тебе нужно уже начинать работать. И работать прежде всего над собой. И первое, что я поняла, это, что нужно работать над своим эго. Эго, которое просто меня разъедало. Что делало со мной эго? Мне хотелось быть лучше. Я завидовала всем. Это была всепоглощающая зависть, смотря и глядя на другие жизни. И я начала прописывать и думать, ну как же мне избавиться от этого желания обладать, желания быть всегда лучшей. Потому что лучше ты не можешь быть. Мне 23, вы представляете. А образование как такового у меня только экономическое, а мне-то хотелось пойти дальше, мне хотелось стать телеведущей. Я еще не была тогда ей. И я стала прорабатывать именно свои внутренние голоса. И тогда я узнала, что эго именно рождает синизменные ваши пороки. Я думаю, сейчас многие поймут и узнают себя во мне, когда голос тебе нашептывает. А, все страшные, а ты королева. А, я хочу, чтобы у меня это было. Ай, да почему же ей так повезло. То есть вот эти вот самые такие неприятные мыслишки, которые закрадываются, это конкретно не дает нам вот эти вот страхи. Потому что эго – это страх. Страх быть непонятой. Страх того, что ты провалишься, не оправдаешь какие-то надежды, не сможешь достичь своей цели. Потому что, разумеется, после экрана, вы же понимаете, амбиции – это ого-го. А сил-то нету. А тут-то у тебя разъедает, что твои соратники еще на экране, и у них все прекрасно. А ты сейчас как бы лузер остался за периметром. И я начала прописывать, откуда берутся истоки. Что? Что не получается. И вы не поверите, какая интересная вещь. Когда я начала работать с эгом, я поняла, что я завистливая. Я завидовала чужому успеху. Мне хотелось примерить чужой успех на себя. Сейчас вы меня поймете. То есть, если у вас, например, мысли возникают, может быть, у кого-то тоже это есть, мысли возникают, я хочу быть таким же, как эта певица, либо как этот блогер, я хочу быть такой же звездой. Это все играет эго, и получается, что самое страшное? Ты понимаешь, что ты живешь не своими целями. Ты живешь не своей жизнью, а тебе хочется подражать. И вот это рождает подражание, рождает страхи. Потом я начала разбираться в своих страхах. А чего я больше всего боюсь? А что меня так страшит в этой жизни? Когда я приняла на веру, что действительно во мне есть такой грешок, как зависть, потом я поняла, что эта зависть рождает страх одиночества, страх безденежья, страх, что ты не встретишь мужчину своей мечты, а все уже выскакивают замуж. И вот в этот период моей депрессии все это я начала продумывать. Я начала бороться со страхами, вы не поверите. Я начала расписывать каждый страх, который у меня есть, откуда он произрос. А, например, чего вот боитесь вы, к примеру? Многие девчонки мне сегодня пишут, что они боятся, что если я уйду от мужа, который пьет, который, может быть, не очень хорошо со мной поступает, мне страшно, что будет дальше, мне страшно, как сложится моя судьба, потому что страх рождается ведь от чего? От неизвестности. Ты не знаешь, как жить дальше, ты не знаешь, как поступать дальше. Я начала прорабатывать свои страхи. Потом я пошла в театральный институт, и там меня научили, как жить здесь и сейчас, потому что такое сцена, мне там нужно было играть, мне нужно было играть любовь, мне нужно было играть ненависть, страдания, а как играть с чужим человеком. То есть это тоже для меня было что-то новое и непонятное, потому что ты выходишь на сцену, ты должен еще помнить текст, а у тебя еще проблем полно, как я выгляжу, а помню ли я текст. И неуверенность, дичайшая была неуверенность с самого начала во мне, потому что сложно было найти эту уверенность, не было подтверждения, нам же всем хочется подтверждения, чтобы нас хвалили, а в театральном вузе вообще никто не хвалит. То есть нам только говорили, ты не уч, у тебя ничего не получается. И выходя на сцену, нас мастер учил, у меня был Сажин Владимир Анатольевич, я училась в Щуке, и мастер нас учил, нужно быть здесь сейчас, чтобы полюбить партнера на сцене. Кстати, вот вам хорошая техника. Вот как я научилась жить здесь и сейчас. Когда вам не нравится человек, а вам нужно, например, сыграть улыбку, либо он вам нужен для какого-то бизнеса, вот как нас учили мастера, посмотри на него внимательно и найди что-то приятное в чертах его лица. Вот если тебе не нравится человек. Нас учили, когда ты играешь сцену, посмотри на его морщинки, на уголки его губ, на глаза и попробуй полюбить. Вот там меня научили жить здесь и сейчас. Как отключаться от мысли, как выключать поток, как становиться сконцентрированной и быть в моменте, чтобы точно сделать, выполнить задачу, которая стоит. После того, как я поняла, что такое жить здесь и сейчас, я, кстати, еще в процессе узнала одну технику, вы тоже можете ее записать, как жить здесь и сейчас. Не забудьте. Каждые три часа можно ставить напоминалку на телефон. У меня, например, на телефоне я пользовалась ей. Сейчас я уже отключила, потому что я постоянно это помню. У меня какие-то есть маячки, которые мне напоминают. Например, красный светофор и красный свет. Я себе говорю, живи здесь сейчас. А вам на первых порах в телефоне сделайте такое напоминание здесь и сейчас. Вот три слова – здесь и сейчас. Для того, чтобы вам пеликало через каждые три часа, и вы заземлялись. Это называется заземление и якорение в моменте. Потому что сегодня люди как живут? Если мы сидим, то мы уже идем в голове. Если мы идем, то мы уже бежим. И поэтому жизнь проходит мимо. Сегодня мало кто пользуется этим. Я уже упоминала о том, что ты можешь завтракать, а мысли у тебя будут уже на работе. Ты на работе, а мысли о выходных. У тебя Новый год, а мысли, что будет через неделю, как я пойду на работу. И вот это вот здесь и сейчас очень важно заземление и якорение. И если вы попробуете применить эту технику, как здесь и сейчас напоминание через три часа, у вас будет уже срабатываться. О, здесь и сейчас. Окей. А что значит сейчас заземляться? Вы это увидели? Тут же мысль. Посмотрите по сторонам. Что я сейчас? Я сижу в комнате, либо я ем. И прям прочувствуйте этот момент. И тогда вы будете себя заземлять и возвращать, чтобы мысли вас не уносили. И помните, я рассказывала, кто из моих подписчиков знает, о ворах времени. Я рассказывала вам о том, как мы сами себя обкрадываем, обкрадываем свою жизнь. Так вот, в театральном я поняла, что такое здесь сейчас. То есть и по крупицам, по крупицам, когда я стала это собирать, но все равно. Страхи одолевали и хотелось все равно выбиться, поскольку я пошла учиться. После этого у меня была передача. Я была ведущей на втором канале, на РТР. Передача называлась «Люблю, не могу». И со мной была соведущая Мария Аронова, народная артистка. Вы представляете, какой ментор со мной сидела? Я сидела с ней за одном столом, с одним столом и вела передачу. Я маленькая, мне 25 лет там было. Вообще совсем еще такой воробушек. А страхов-то много, а эго-то играет. И мне было сложно, потому что Мария, она, разумеется, наивысший человек. У нее блестящий ум, это талантище. И мне в этот момент становилось страшно, что я-то не такая охотчица, а я-то на втором канале. И вот тут я понимала, что у меня очень сильный стресс. Стресс такой, я боялась, у меня потели ладошки, когда я выходила, и не могла собраться. Я какую-то ляпала ерунду, бывала бы, в эфире. Но это все было смешно, мне прощалось в силу молодости. Но тогда я поняла, что нужно уметь отпускать и расслабляться. Только расслабление поможет тебе выйти и нормально... Мы причем записывали, чтобы вы понимали, в день по 4 передачи. По 4. Мы приходили в 6 утра на программу, и я уходила, бывала в 8 вечера. То есть целый день ты проводишь там. И, конечно, я понимала, что мне нужно расслабляться, что нужно отпускать страхи. Вот еще одна, кстати, методика, до которой я дошла. Расслабление. Первое, когда страшно. Когда у вас тремор, когда горло спирает. Как у нас страх? У нас, значит, спирает горло, как будто удушья. Слюноотделения нету. И еще плюс ко всему живот сводит, когда страх. Первое, перед тем, как идти за минутку, за две, как снять напряжение и стресс. Если есть возможность, можете тоже себе записать. Очень хорошая техника. Присядьте на стул и опустите голову вниз с руками. Прямо вот так вот свистись. И мысленно представьте, что весь страх стекает, как будто вода с вас. Это вот именно визуализируйте, что вот прям по рукам это все стекает. Вот все уходит напряжение. Поболтайте вот так головой. Это будет помогать. Следующая великолепная техника, чтобы снять страх, это концентрация на своем дыхании. Перед тем, как куда-то идти. Если вы выходите на работу, там вам нужно какой-то проект представлять. Вы боитесь. Бывает такое. У меня в приятельнице перед Новым годом, она получила новую должность. И ей нужно было представлять проект. Она говорит, Сашка, она заметила. Говорит, Сашка, я боюсь, я не могу. Причем ей там через полчаса. Я говорю, срочно села. Вот сейчас вам говорю практику. Ей помогло. Это на самом деле очень классно помогает. Садишься и начинаешь дышать. Десять вдохов, десять выдохов. Медленно. Прям. Наше дыхание, это нам надо, но не просто так. Дыхание как очень хорошо успокаивает сознание. Почему говорят насыщение кислорода помогает нам, как будто заново рожденный. Вот десять вдохов, десять выдохов медленно и концентрируйтесь. Прям чувствуйте, как воздух заходит внутрь, как он проходит по носовым полостям. Идет по горлу вниз, 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 вниз. И тут же наверх. И так же, когда вы выдыхаете. Вот уверяю вас, десять раз вы сделаете, и вы почувствуете себя другим человеком. Просто другим человеком. Я включу комментарии. Напишите мне, пожалуйста, девчонки, если младые люди нас смотрят, какие вы еще практики знаете, как успокоиться, какие вы применяете. Потому что, может быть, сейчас вы сможете еще плюс ко всему и порекомендовать что-то новое. Да, всем привет. Какие техники вы пробовали? Расскажите, пожалуйста. Я подожду. Благодарю. Выгляжу супер. Какие техники вы пробовали по расслаблению? Что вам еще помогало? Всем привет. Транквилизаторы. Ну, я против. Я против транквилизаторов. Я только за наше народное средство. Это валерьянка. Это пион. Боярышник. Причем, кстати, очень тоже хороший вам рецепт. О, отлично. Карина Ангел. Закрыть глаза и вспомнить что-то хорошее. Тоже чудесное. Тоже. Давайте. Исанта пиши технику. Чудесная техника. Закрыть глаза и вспомнить что-то хорошее. Контрастный душ. Верно. Но если ты на работе, где тебе его принять? Если только ты в фитнес-клубе, конечно, не работал. Не работаешь. Жать кулаки на 7 секунд. Вот Ксения пишет нам. Потом отпустить. Напрячь ноги на 7 секунд. А также отпустить. Тоже великолепная техника. Через напряжение приходит расслабление. Точно. Так. Супер выглядишь. Спасибо. Медитация. К медитации мы еще вернемся. Это тоже чудесная техника. Кстати, вот благодарю вас, Лучникова НАТО, что вы сказали. О медитации. Потому что сейчас я тоже на этом остановлюсь. Как я до нее дошла. Дыхание йоговской бабочки. И Санта пишет. Прекрасно. Так. За 10 минут включить музыку и потанцевать. Тоже прекрасно. Потому что ты выплескиваешь энергию. Еще очень круто покричать. И у меня, например, когда сильный стресс. У меня вот сейчас запускается там проект еще один. И огромное напряжение у меня в мозгу. И знаете, как я выпускаю? Сажусь в машину и ору. Я ору так истошно. И мне на самом деле это так помогает. Прям бум. Вот так. Как будто ты выпускаешь все. Включить релакс музыку. Если страшно, нужно представить самый худший вариант и пережить его. И сразу легчает. Тоже верно. Эта визуализация работает на 100%. Чудная техника. Аня пишет. Идти напролом. Прекрасно. Прочитать стих. Да. Куда-то что-то духовное. Мне помогал разговор с мамой. С близким человеком. Да. Саша, реально выучите английский язык дома? Разумеется. Если хочешь, то реально. Можно помассировать глаза. Так. Выключаю комментарии. Спасибо вам большое. Массаж глаз. Это тоже очень хорошая техника. Кстати, могу вам прямо сейчас ее дать. Смотрите, когда у нас нервы, стресс. И вам опять же нужно выступать. Сейчас студенты меня поймут. Когда нужно защищать диплом, либо экзамены. Конечно, это дикое состояние. Смотрите, как помогает. Постукивание. Называется прямо постукивание. Значит, первое постукивание. Это по носу. Несколько секунд. Вот прям можете себе записать. По носу постукивание. Затем вот здесь, в уголке глаз, постукивание. Это все снимает стресс. После этого вот сюда в подбородок постучали. Потом лоб простучали. И виски. Вот таким образом. Это тоже будет снимать спазм. И будет снимать напряжение. И обязательно голову. Смотрите, что мы делаем, когда мы снимаем таким образом тактильным стресс. У нас на пальцах находятся нервные окончания. Все нервные окончания. И тем самым, когда мы простукиваем, мы не только снимаем стресс с лица и с головного мозга, потому что это такое движение, оно именно расслабляющее. Но плюс ко всему мы воздействуем на все наши рецепторы, на все наши нервные окончания. И, как говорится, тепло идет по всему телу. После продолжу я свой рассказ. После того, когда я вот это поняла на этапе жизни, когда я была ведущей на втором канале, естественно, страхов стало больше. Я научилась понемножку концентрироваться, потому что, знаете, это когда я считаю, если ты хочешь справиться со страхом, тебе нужно идти на пролом. Вот там кто-то уже написал об этом. Я шла на пролом и как бы пересилила себя. А после я пришла к медитациям. Вот там девочки написали по поводу медитации. Вы знаете, медитативных техник уйма. Их настолько много. Но что мне помогало на первых порах? Причем у меня поза лотоса не получалась, потому что все сразу представляют медитацию в позе лотоса. У тебя ручки подняты вверх или опущены. Я просто ложилась на спину. Потому что не каждый может принять эту асану. И говорят, что она очень сложная. Эту позу лотоса, когда ты хочешь помедитировать. Поскольку очень сильно напрягается лицо. Вы можете почувствовать напряжение в ногах, в спине. Не у каждого это удается. А медитация подразумевает что? Медитация подразумевает расслабление. И вообще в переводе с латинского медитация – это размышление. Но как интересно и парадоксально, ведь в принципе медитация – это чистое сознание. Когда мне пришлось себя контролировать, я поняла, что самое лучшее, чтобы жить здесь сейчас, необходимо чистое сознание. Чтобы жить тебе в моменте, нужно, чтобы ничего тебя не отвлекало, ничего не уводило. И очень хорошая практика медитативная – ложитесь на спину. Лучше перед сном. Либо утром. Запомните, медитация лучше всего выполнять, как только ты проснулся, либо когда ты засыпаешь. Потому что ты расслабляешься и уже точно знаешь, что у тебя уже либо ты совсем уже напряг мозг, и тебе хочется расслабиться вечером, либо он еще никак не засорен, не токсичен днями, который прошел. Вот утром тоже очень хорошо. Вы ложитесь на спину, начинайте опять дышать 10 вдохов, 10 выдохов. И сосредотачиваться мне помогало вот на одной ноздре и на другой ноздре. Йоговское дыхание, кто занимается йогой, вы знаете, прежде чем заняться йогой, нужно такое есть дыхание. Когда ты зажимаешь ноздрю, вдыхаешь и выдыхаешь следующий. Но я вот предлагаю, моя медитативная практика, которая мне очень помогала поначалу, ты ложишься, расслабляешься и представляешь, сейчас будет смеяться, как будто ты надувной матрас. Вот реально. То есть ты делаешь вдох, когда ты расслабился, ты лежишь, у тебя раскинуты ноги, руки и ноги. Важно, чтобы руки не касались подмышек при медитации, потому что, чтобы ничего не соприкасалось, все было расслаблено. Вот сделал вдох, представляешь, что это надувной матрас, и постепенно, как будто он, визуализирую, он сдувается. Сдувается рука, сдувается вторая, нога, голова. Вот это очень помогало, и тем самым я очень сильно расслаблялась. Это очень хорошо делать перед сном, если у вас был тяжелый рабочий день. Если вы много сил потратили и отдали этому дню, это очень хорошая восстановительная практика, которая поможет вам восстановить силы, стать утром бодрым. Но я еще предлагаю, конечно, с утра. А с утра медитация тоже очень легкая, вы можете делать буквально 5 минут. Проснулись и просто медитируйте на то, что у меня сегодня чудесный день. На сегодняшний день, чтобы пойти с улыбкой, чтобы пойти с хорошим настроением и с прекрасным настроем. Потом, вот еще такой момент очень важный. Потом, конечно, у меня после телевидения, я там была и радиоведущей, и не получалось у меня с мужчинами. Вот не везло мне. Это боль, наверное, сегодняшнего дня, бич всех девушек, которые хотят встретить свою вторую половинку. Сейчас сложно встретить свою вторую половинку. Страх того, что уже всех разобрали, мужчины стали более избирательны, и, как правило, они не зовут замуж, и не нужно им ничего серьезного. Конечно, это тоже была моя боль, это была моя больная точка от того, что все уже замужем подружки, уже и детишек нарожали, и брак чудесный, и свадьба была, и платье белое одели. А вот я как-то остаюсь постоянно за бортом. Разумеется, были попытки, пыталась, я думаю, сейчас девочки меня поймут, одинокие, которые встречаются с молодыми людьми. Они пытаются, пытаются, но в какой-то момент я сказала себе, что я ненавижу всех мужчин, потому что у меня были отношения, у меня была три раза любовь настоящая. Я считаю, что человек может любить только три раза. Я очень сильно любила, и мне изменяли, не ценили. И в последний раз, когда это случилось, я попросила просто Вселенную, сказала, дай мне так, чтобы я ничего не чувствовала. Я ненавижу всех мужчин, все мужчины. Сво, счастья от них нет. Вы знаете, это была такая сильная установка, вот что значит бойтесь своих желаний. Бойтесь своих желаний, не просите этого ни в коем случае, потому что ни один мужчина не виноват в том, что когда-то вам сделали больно. Я эту боль приносила на всех, кто мне встречался. Я думаю, сейчас вы узнаете себя, когда ты встречаешься с мужчиной, а ты начинаешь искать в нем изъяны, что в нем что-то не так. И ты находишь их, потом тебя это бесит, потом тебе хочется его унизить, принизить. Я не понимала, ну что же во мне за бесто такое, ну что же мне никак не получается, я не могу нормально любить. Еще самое страшное, что было у меня в мужчинах, я боялась его потерять. То есть, когда я начинала с ним встречаться, мне уже казалось, что мы с ним расстаемся. Так оно и было. Все же мои романы, они были, когда вот в моем прошлом, они были неудачны только лишь с того, что я сразу уже обрекала, я видела, что мы с ним расстанемся. Что он мне либо изменит, а это все прошлое, это все этот негатив, который я не могла никак искоренить из себя. Этот негатив, который жил во мне и не давал мне продвинуться, продвинуться дальше. И после я поняла, что нужно уметь любить. Что такое любовь? Тоже очень интересная практика, до которой я дошла, когда уже мне не получалось ничего, когда мужчины мне говорили, Саша, ты просто злая, ты неуверенная в себе, ты неуверенная. И вот это вот слово неуверенная в себе, еще меня очень часто обвиняли, что я актриса и играю. Мне все говорили, у тебя какая-то маска, понимаешь, у тебя, ты неестественная. Причем мне это обвиняли и на Доме-2 постоянно. Я не понимала, я начала искать, ну что же такое, почему же я не могу быть настоящей, кто я? Кто я на самом деле в этом мире? Как я себя веду? Где вот этот мой, где этот тумблер, который переключает и не дает мне быть самой собой? Ну почему же так выходит? А тумблер нашелся. И на самом деле все были правы. Потому что когда он к тебе говорит об этом все, это уже невозможно, от этого отнекиваться уже невозможно. И я поняла, что я не люблю себя. Ненавижу себя, не ценю себя, не знаю себя, не верю в себя. Знаете, самое страшное, что люди сегодня не верят в себя. А почему была маска? Потому что мне надо было быть гордой, я включала высокомерие. Ведь как себя защитить от того, что ты не любишь себя и ненавидишь, и ешь себя изнутри? Только одевая маски, что у меня все прекрасно. Я такая вся королева. Вот я включала эти маски. Я начала разбираться. А знаете, самое страшное себе признаться? Я говорю об этом. Это такая боль, когда ты признаешься, что все это время ты ходишь. Мало того, что ты живешь чужими целями, чужой жизнью, пытаешься подражать и вечно ухватить эту удачу за хвост, которая от тебя убегает. Потому что не твоя, не твоя суть, не твое сердце. Я разработала технику любви. Как узнать и как полюбить себя. Я стала присматриваться. Вы не поверите, как легко это применить. Оказывается, те люди, которые встречаются нам на пути, это те проводники, это те зеркала, которые отражают четкое отношение к себе. Отражает то, когда ты меняешься. Какое ты сегодня приняла выражение лица? Какая у тебя сегодня маска? И как я к ним отношусь? Я была очень требовательна. Я думаю, сейчас все узнают себя, когда мы жестокие по отношению к другим. Когда у кого-то что-то случается, думаешь, ну слава богу, что не со мной. Или, ну ты же за этого заслужила. Эта вот резкость. И еще очень часто о себе девчонки проговаривают тоже. У меня же тоже было. Я пережила, но и ты переживешь. А что это такое? Ты не пережила. Тебе до сих пор больно, но ты пытаешься уколоть хоть кого-то, коснуться своей болью и выплеснуть ее на кого-то, чтобы тебе стало хоть на чуть-чуточку легче. Хоть чуть-чуть разгрузить этот груз, этого гнета, который, этого черноты. Я вообще, вы знаете, кстати, в процессе моих этих познаваний и практик, я узнала, что оказывается печаль, вот все горе, которое у нас есть, все прошлые ошибки, обиды, ненависть, поражения, страхи, она находится вот здесь вот в груди. Печаль находится в груди. У меня же были проблемы с горлом, у меня была операция на связке, я теряла голос, у меня были узлы. А что такое горло? Если у кого-то сегодня, тот страдает ангинами, у кого-то сегодня болит постоянно горло, простуды, либо у кого вообще горло, грудь, сердце, это слабая часть, запомните, значит, там сидит очень много обид, очень много грусти, очень много печали. Это печаль, вот здесь у человека находится печаль. Знаете, у меня было столько печаль. Мне кажется, я грустила каждый день. И когда я поняла, что я вообще не люблю себя, и я не принимаю себя, и не принимаю людей, стало страшно. Стало, наверное, еще печальнее, чем было до этого. Знаете, такой был укол в сердце, ведь я говорила уже, что каждая наша мысль отражается у нас на физическом плане. И я понимала, что нужно смотреть на людей и записывать свои мысли. Вот оттуда появился дневник, о котором я постоянно говорю. Я стала записывать свои мысли, как я отношусь к людям. Я записывала, у меня был прям балакнот с собой, и когда я общалась с человеком, после того, как я с ним пообщаюсь, я резюмировала, писала свои мысли о нем. Когда я проделала эту практику неделю, я потом почитала, что я думаю о людях. А вы понимаете, что я думаю о людях, значит, я также думаю о себе. Потому что люди – это зеркала, отражение нашего внутреннего мира. Я ужаснулась. Осуждением было каждого человека. Что у него что-то не то, а он сделал не так, да он поступает не так, да что у него за отношения, да как можно жить с этим мужчиной, да как вообще она сейчас говорит, а я вижу, что она меня обманывает, или он меня обманывает, а он мне говорит неправду, а это мне желает зла. Это были мои мысли о людях. Вы представляете? Если вы сегодня, общаясь с человеком, осуждаете его, а ему улыбаетесь в ответ, знайте, что вы осуждаете себя. Я рекомендую эту технику многим, кто сегодня, может быть, узнал где-то меня, где-то себя во мне. Вот неделю проделайте технику своих мыслей, когда вы в разговоре с человеком. Я была шокирована. И я это, конечно, все переложила на себя и поняла, что это правда. Абсолютная правда. Вот так вот родилась техника любви. Вот так родилась техника приятия. И самое основное, что я поняла, что когда я смогу полюбить себя, и только тогда я смогу полюбить мужчину. Вот только тогда я смогу отдаться полностью и целиком. Еще такой момент, я думаю, сейчас девчонки услышат и тоже улыбнутся, наверное, в ответ. Страшно, что нас не полюбят. Да? Скажите, я включу сейчас комментарии. Вот мне расскажите, есть ли такой страх, девочки, что нас не полюбят, что мы останемся за бортом, что нас бросят, что не удастся. Вот есть ли такие страхи по поводу мужчин? Когда ты с ним встречаешься и думаешь, что особенно, если ты видишь его бывшую, которая была лучше меня, которая была симпатичнее, или наоборот, и ты уже себя начинаешь сравнивать так же. Мне 28, отношений нет, боюсь, пожалуйста, да, страх одиночества я не люблю, были, нет, да, есть. А когда, а знаете, еще такой момент, какой самый страшный страх с мужчинами? Когда ты видишь постоянно, что у него одни брюнетки, а ты вдруг блондинка, или наоборот, у него были одни блондинки, а ты брюнетка. И тут ты начинаешь включать, он меня обманывает, ему нравятся брюнетки. А вот такой страх был, страх одиночества. Нет одной жить лучше, Наталья пишет. Были такие страхи. Вот сколько в нас, вы представляете, сколько в нас страхов, когда мы только начинаем отношения. Мы вообще, мы мешок в этих страхах. Потому что, а еще были такие страхи, что маникюр не сделала, корень не покрасила, заусенчик стыдно, я не могу, он сейчас меня не полюбит. Синячок, прыщик вскочил. Как мы вот этого боимся. Случайно она зашла в эфир, какой же он полезный. Сохраните его, пожалуйста. Еще раз пересмотрю и сделаю запись. Пока слушаю, перевариваю. Отлично, обязательно. Да, есть. У меня был такой страх. До 26 лет была одна. Но когда я перестала заморачиваться, то вышла замуж и счастлива. Замечательно. Даже не страх, что не полюбят, а не верю, что меня могут полюбить. Четко. Алона Грок. Могут полюбить. О чем я и говорю. Мы боимся, что нас не полюбят заведомо. Хотя он первый мужчина. Самое интересное. В процессе этих техник я поняла, когда стала любить себя, что мужчина-то в самом начале, он искренне к вам относится. Он на самом деле восхищается вами. А вам кажется, он восхитился моей ногой, а она не побрита. У нас-то какие мысли. Он сказал, что у меня волосы красивые, а я голову не помыла. У меня прыщ скачил. Он сейчас увидит и разлюбит. А мужики вообще этого не видят. А нам сколько у нас страхов. Да, были в точку. Я тоже изначально думала всегда о том, что расстанемся. Вот. И потом теряли, согласитесь, и теряли эти отношения. Вот это наше ложное. Это эго и говорит. Именно. Вот теперь вы понимаете, о чем я говорю? Почему так важно проработать эго? Именно эго нашептывает нам, а когда он еще вот это посмотрит не так, либо пришел поздно с работы, у нас какие сразу мысли? Он изменяет. Мы начинаем крутить, крутить. Вуаля! Потом он реально изменил. Ты находишь переписку, ты находишь помаду. Потому что ты это загадываешь. Твой страх. Какая... Вот, неуверенность Светлана пишет. Неуверенность в себе. Кто спрашивает, вы психолог? Да, я сейчас получаю образование психолога. Я пошла учиться. Верно. Именно поэтому два раза замужем, и все заканчивались по одной сцене. Вот еще очень... Вот так же было у меня пока. Я просто закрылась от всего. Я не для любви, и все мне не так легче стало жить. Так, Оксана Зам. Прекрасно выключаю комментарии. У меня прям даже слезы сейчас на глаза. Сейчас, секунду. Оксана. Вот кто сегодня закрылся, и кому сегодня кажется, что без мужчины, без отношений проще жить? Девочки, милые мои. Вот вам как никогда сейчас нужно проделать практику любви. Вот правда. Практику любви, принятие и прописать все ваши страхи. И признаться себе. Потому что вы понимаете, что это просто тянется из прошлого. Из прошлой неудачи. Почему мы боимся вступить в новые отношения? Вот что говорит Лобковский. Вы знаете этого психолога. Мне он правда импонирует. Я считаю его истинно мудрым мужчиной. Мне нравится, как он излагает мысли. И у него был прекрасный ответ на вопрос. Девушка позвонила в студию и сказала. Вы знаете, мне 30 лет, и я одна. И мне очень хорошо живется. И стал он расспрашивать, а отношения были? Были. Он гулял, изменял и постоянно смотрел налево. Я пыталась быть хорошей, но он бросил меня. Но мне сейчас очень хорошо. И что ответил Лобковский, психолог. Когда вы себе говорите, что мне легче жить, это вы закрываете свой страх. Вам настолько страшно быть опять брошенной. Вам настолько страшно, что вам опять будут изменять. Вам так страшно, что вы потерпите эту неудачу. Для любой девушки, когда ее бросают, это колоссальная неудача. Это провал. Это бьет по самолюбию, по эго. Оно у нас у всех, мы с ним рождаются. Кстати, эго, чтобы вы понимали, в три года формируется у ребенка эго. Вы представляете, да, как он потом, это эго, возрастает. Говорят, это эгоцентричный человек. Вам не хорошо. Не может быть хорошо вот так прям одной. Вам было хорошо в отношениях? Вы же любили. Вспомните отношения. Ведь у всех были хорошие моменты. Оставим сейчас, когда там бросили, когда по самолюбию. Ведь что у нас, у женщин, самолюбие. Когда нас бросают, это удар, это нож в спину. Это кажется, что весь мир против нас. И самолюбие утрачено навсегда. И чтобы не потерпеть такого же провала, потому что кажется, что пережила, ты боишься этой боли. Но если ты сегодня эту боль вытащишь наружу, и вот эту печаль, как я говорила, в груди, ты сможешь как скорлупу оторвать, ты сможешь строить новые отношения. Главное не бояться. Вот эти страхи не пускают нас. Они не пускают нас, потому что нам... Нам страшно пережить это вновь. Но кто рожал, девочки, знаете, я помню, моя сестра, вот сейчас пережила ты вновь, запомните про боли, я вам приведу аналогию. Когда рождается первый ребенок, роженица говорит на кушетке после родов, я больше никогда не рожу, все, это боль. Но проходит время, и боль забывается. Она говорит, я хочу второго, а потом третьего ребенка. Это вот то же самое. Это боль, которую вы не проработали. Потому что почему потом мама хочет второго? Да потому что она видит это чудо. Она видит эти глаза светящиеся. Она хочет еще и еще, потому что это самый лучший дар. И вот с мужчиной так же, с отношениями так же. Вытащите эту боль, пропишите ее, проговорите, великолепная техника, чтобы отпустить боль, и чтобы начать снова верить мужчинам, чтобы начать доверять и строить отношения, здоровые отношения, лучшие отношения. Первое, конечно, это загадать себе мужчину, какого он должен быть, роста. Вот тоже хорошая, кстати, техника. Это можно делать вечером, как медитация. Девчонки, кто сегодня одинок, кто сегодня хочет найти себе вторую половину, великолепная техника. Ложитесь спать. И представляйте своего мужчину. Прямо по крупицам. У кого-то, я знаю, немногих есть идеал, мужчины. Но по крупицам. Сначала представляйте его рост. Лицам может быть не видно. Потом представьте его руки, потому что у каждого мужчины они разные. Вот у меня, например, очень важны руки. И каждый пальчик, вот мне нравится, когда длинные руки, когда ложи длинные, ногтевые, когда мужественные руки, и в то же время ухоженные. Вот представляйте с рук. Потом какие должны быть у него бицепсы, накаченные ли тела, животиком ли кто-то любит. И вот прям лепите его в своем сознании. Эту практику нужно выполнять в течение 10-12 дней. Лепите мужчину своей мечты. Сначала может не получаться, но через 10 дней он у вас кожей плотью обрастет. Вообще называется, как притягивать мужчину, друг твоей души. Ведь кто такой мужчина? Он тебе по душе должен быть. Вот призывайте его, лепите его в своем сознании. Он обязательно материализуется. Это уже работает на 100%. Причем материализуется таким, каким вы его загадали. Что далее? Потом, конечно, я разработала для себя, когда я уже все это начала работать, все понимать, когда этот ужас я пережила, я стала... Чтобы расчетить сознание, необходима ментальная диета. Подождите секунду, я таблицу принесу. Я просто не могу вам ее не показать, чтобы вы поняли, что такое ментальная диета и как психологически чистить свои мысли и зачем это нужно делать. Зачем? Прямо секунду, я быстро возьму листочек. Не уходите. Подождите пять секунд. Подождите. Я здесь, 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 здесь. Сейчас я вам все расскажу с психологической точки зрения. Я специально для вас написала эту табличку. Когда я поняла, что чтобы устранить печаль... Вам видно, надеюсь? Так, я включу комментарии. Видно вам? Видно вам листочек? Скажите, напишите, пожалуйста. Эй-эй. Нормально? Я просто сейчас вам буду объяснять. Надеюсь, что все хорошо. Смотрите, что такое... Я поняла, что для того, чтобы вообще полюбить себя, для того, чтобы наконец-таки избавиться от эго, мало почистить, мало понять и принять. Очень важно еще изменить свою жизнь. Изменить жизнь каким? Ментальная диета. Это вообще моя вот разработка, которая помогла мне сегодня улыбаться, видеть людей такими, какие они есть, и смотреть вглубь людей, воспринимать каждого, не осуждать больше, не видеть только плохие стороны. Когда мы встречаем человека, мы что делаем? Мы видим самые низмены. А, он чавкает. А, вот тут он соврал. Мы же чувствуем иногда. Мы выискиваем негативные моменты. Это потому, что ты не уверен в себе. То есть, когда ты выискиваешь негативные моменты в человеке, потом обсуждаешь. А ты знаешь, Танька-то что? Ну, как она поступила? Говорит, замуж собирается, а сама гуляет. Вон там с мужиком флиртовала. Вот так вот мы. Это значит, мы себя не любим и начинаем осуждать других. Так вот, зачем, что такое ментальная диета? Ты исключаешь негативные сценарии. Я раньше жила, я думаю, сейчас вы себя узнаете, если этот молодой человек есть, я его потеряю. Я себе установку давала. Работа, которая есть, меня ее лишат. Когда кто-то приходил на работу, лучший сотрудник, меня уволят, поставят того. Знакомо? Либо, когда ты получаешь деньги, ты думаешь, сейчас меня обворуют, сейчас меня заберут эти деньги, я не получу то, что я хочу. То есть, мозг всегда выдает нам вот эти негативные сценарии, это называется, мысли-формы со знаком минус. Чтобы мысли-формы были со знаком плюс, это и называется ментальная диета, которую нужно выдерживать 21 день. Ты не даешь свое сознание пройти негативным сценарием. Вот я сегодня уже упоминала, кто на меня подписан в сторис, что я стала, пытаюсь жить без частички «нет». То есть, это уже такой высший уровень мой, потому что я теперь, посмотрите, как интересно. Вот вы прям можете попробовать сейчас. Если у вас предстоит, там, например, Новый год, либо вы должны купить какой-то подарок, подарить подарок. Особенно Новый год очень часто девчонки боятся «я не успею купить», «я не успею купить подарки», «платье заберут», «это платье порвут». А с колготками, когда девочки одевают колготки, еще хлеще, мы одеваем колготки и думаем, ну, точно порвем. И что происходит? Мы их рвем. Так вот, ментальная диета не давать себе вообще думать о плохом. Давайте я, я не знаю, надеюсь, что вам это сейчас как-то будет понятно, значит, что происходит с нашей психикой. Когда заходит информация в голову, любое событие, то, что мы помним, я не знаю, ну, ладно, окей, я вот так попытаюсь, идет входящая информация в мозг. С нами случилось событие, давайте разберем, мужчина бросил, да? Мы встречаемся, мы помним это в памяти. Фиксируется эта мысль, как он нас бросает. Мы что помним? Слезы, обида, горечь, печаль, вот эту боль в груди, когда он нас бросил, когда мы поймали его на измене. И мы начинаем, и мозг фиксирует это. И когда мы встречаемся с другим, почему мы начинаем уличать мужчин, доставать, ревновать? Потому что это пульсирует, этот кадр, когда он бросал, когда ты находила в телефоне, он остается у тебя в сознании. Не переваривает мозг эту информацию. Что я имею в виду, если непонятно? Если сейчас я вас спрошу, что вы делали три недели назад в воскресенье, вы не вспомните. А почему? Как вы думаете? Ну, вам нужно будет приложить усилия, залезть в календарь, посмотреть сторисы какие-то, фотографии, чтобы вспомнить этот день. А почему? Потому что по-нормальному мозг работает, когда он перерабатывает. Это называется, мы не помним. А все вот эти самые меня бросили, меня оставили, на меня набросилась собака, я теперь боюсь собак, я помню, как она на меня бежала, меня оставили в темноте, я боюсь теперь замкнутых пространств. Вы помните это. Если сейчас, когда у вас было горе, например, потеря какая-то, я спрошу у вас, что это был за день? Вы мне досконально о нем расскажете. Вы даже скажете шорохи, запахи, вы вспомните даже, как вот вы в чем были одеты. Это значит, мозг не переработал. Вот сейчас я замолчу, вспомните такие моменты, самые трагичные для вас. И вот давайте я молчу, вспоминайте, и я включу комментарии, так ли это работает или нет. Вот напишите мне. Я молчу, вспоминайте и напишите. Вы помните их? Когда вам делали больно? Да. Юлия пишет, да, помню, да, да, да. Первая техника для того, сейчас я быстро расскажу. Это, смотрите, вот у нас произошло событие, входящая информация. Похороны тети. Саша, у тебя есть? Так, да, помню, великолепно. Все, я выключаю, быстро вам объясняю, почему так происходит. Это по психологии. Входящая информация. У вас случилось событие. Вот у вас случилось событие. По идее, когда у нас случается любое событие, это каковременная память. Вот то, о чем я говорю в воскресенье три недели назад, это и есть кратковременная память, которая ненадолго задерживается в нашем сознании. По-хорошему, после чего, вот если вы помните так ярко события, у вас остаются они, как в комнате, мусор ненужный, все страхи, обиды, которые вы помните сегодня, в кратковременной памяти. Мозг не перерабатывает, потому что, по-хорошему, если вот это воскресенье, которое вы не помните, то есть вошла информация, кратковременная память, потом у нас переход и долговременная память, в которой все уходит, мы, если нам надо, мы это вспомним. Когда уходит долговременную память, мозг переработал. А если мозг не переработал, вот эти страхи, вот эти обиды, вот эти самые раны, которые у нас есть, почему говорят израненное сердце, вот здесь в кратковременной памяти. Что такое кратковременная память? Вот тут нарисовано, представьте, что это комната, прихожая, то есть, по сути, когда ты заходишь, вот представьте, когда к нам приходят события, это то же самое, когда мы идем в магазин, покупаем продукты, вот мы заходим с этими продуктами, ставим пакеты, кратковременная память, после всего мы начинаем разбирать продукты, выкладывать в холодильник, потом на полку, если это сахар, соль, и это уходит, все забыли и поставили. А то, что не переработалось, это сидит вот здесь. И вы представляете, сколько пакетов, которые гниет в вашей голове, это все стухло уже, протухло, потому что кто-то помнит даже, когда в детстве обидели, и с детства в основном все страхи тянутся. И вот эти пакеты в вашей голове, которые и дают вам, я боюсь поступать в институт, я боюсь встречаться с мужчиной, я больше никогда не буду устраиваться на работу, потому что меня унизили, я выше головы своей прыгать не буду, мне понусы один раз ударили. Вот здесь сидит. И что происходит? Выведение в хронику. Вы понимаете? Вот почему необходима ментальная диета и эти все записи. Чтобы избавиться от этого мусора и дать мозгу переработать вновь, чтобы это все ушло, необходимо использовать дневник, техники, медитации, аффирмации, прописывать свои страхи, вырабатывать внимание и осознанность, вырабатывать, как жить здесь и сейчас, научиться любить, принимать. И вот именно это. Сейчас, вот я прошу вас после эфира, если хотите, я немножко вам объяснила, как это работает на психологическом уровне. Вот прям выпишите себе, найдите минут 10, умоляю вас, выпишите все вот эти яркие моменты. Может быть, у вас кто-то, знаете, бывает такое, что фиксируется об воровале. А я теперь боюсь. У меня, например, страх метро. Да, у меня тоже есть страх, с которым я сейчас тоже, кстати, работаю. Мне кажется, что будет взрыв. Потому что были теракты, и я вам серьезно говорю, я не могу заходить в метро, потому что у меня ощущение, что сейчас я прям вижу эти картины, как все взрывается. Вот у меня этот страх. И, кстати, вот именно из-за него я начала прорабатывать эти страхи, потому что мне это очень мешало. У нас, я жила в Москве, у нас дичайшие пробки. И порой лучше поехать на метро. А я понимаю, что я войти туда не могу. У меня зафиксировалось, когда я увидела, я даже помню, я помню этот день, когда я посмотрела на экран телевизора, и я зафиксировала этот страх. Я прошу вас после этого эфира, выпишите все вот эти яркие страхи, яркие моменты, когда вам причиняли боль, обиду, когда вы плакали, этот вот сопли на кулак, слезы в разные стороны. Выпишите их и начните с ними работать. Для того, чтобы расчистить вот эту хронику. Вот почему я говорила скорлупа. Вот именно эта печаль и есть эта хроника из ваших обид, страхов и неприятия себя. И когда вы начнете прорабатывать каждый страх, вы как скорлупу будете снимать, слоями снимать. Вы знаете, когда вы начнете прорабатывать вот эти все моменты, вот я теперь вам объяснила, чистите свою комнату, там гнили дохренища. Вы токсичны в данный момент сами для себя, а нужно быть экологичными для себя. И смотрите, когда вы будете прорабатывать эти моменты, не бойтесь слез, не бойтесь боли. Только через боль мы можем победить. Запомните, это на самом деле так. Для того, чтобы проработать все, прорыдайтесь, позвольте себе. Покричите, побейте посуду, купите себе сервиз, разбейте его нахрен. Еще очень хорошее, вот вы же знаете, есть несколько методик, кстати, вот еще методики страха, которые я тоже начала прорабатывать. Одна из, это кричать, на гору идите, за двор, если вы живете в частном доме, выйдите, заорите, если вы, когда вы начнете прорабатывать. Чтобы вышло, должно все выйти из вас. Крик. Потом очень хорошо побить посуду, если у вас есть такая возможность. Бить посуду вообще помогает справиться со злостью, со страхом, это тоже вымещение. То есть, когда через напряжение очень хорошо справляться с этими обидами и страхами. Когда вот вы все, очень хорошо, вот вы все напряглись, расслабились, напряглись, расслабились, полностью все тело. Это тоже будет способствовать выходу. Так, смотрите, у нас заканчивается час. Я выйду сейчас во второй час. Мы продолжаем беседу, потому что я думаю, что она очень интересная. И потом я приступлю уже к новой информации, уже к более подробной, потому что сейчас я рассказала вам о своей жизни. О том, как я шла к этому успеху. Что такое успех? Вот мне многие написали, спросили, а в чем ты успешна? Что это такое? Потому что люди сегодня меряют успех только фотографиями в Инстаграм, путешествия на Карибы, Мерседесы, фотографии с подарки с красным бантом, лабутены. Вот для людей сегодня это успех. А для меня успех – это то, что я актриса, совладелица салонов «Красное яблоко». Это бизнес, за которым я уже занимаюсь третий год. И я не рекламное лицо, я являюсь дольщицей этого бизнеса. Я настолько его выстроила, что сейчас я могу на удаленке работать. Я радиоведущая, и работала на радио «Комсомольская правда». Я заканчивала курсы телерадиоведущей. Я была на самом известном скандале в телепроекте «Дом-2», а там удержаться, вы знаете, непросто. Я была там аж два раза, и в первый раз два года, потом третий год. Я снималась в кино в трех картинах, последняя картина, вот сейчас «Астрахана» вышла «Жизнь после жизни». На данный момент я получаю сейчас второе высшее образование, это психолога. Я училась щуке. Я не закончила щуку, я не закончила ровно один год. Но у меня тоже были, у меня был по глазу в такие менторы, которые учили меня. Сажин, Астрахан, это режиссер. Я работала на «России-24», тоже новостницей, и видела Валуева, брала у него интервью. С разными депутатами я встречалась. Я работала с величайшей актрисой Марией Ароновой. Это все мой багаж, это все мои знания, и это мой успех сегодня. И главный мой успех – это то, что я приняла и начала жить, и ставить свои цели и задачи. Не чужими целями, как раньше, что кто-то мне сказал. Я стала жить так, как я хочу. Я притянула успех и бизнес еще один, как я создала свой авторский курс. Я сегодня открываю еще один проект. То, что я люблю. Я стала делать только то, что я хочу, и в этом мой успех. И в этом моя сила, и в этом моя радость. Поверьте, что вы тоже можете также чувствовать успех и не мерить новым айфоном, или новыми туфлями, или новой сумкой от Hermes. Или костюмчик Филипп Лэй. Вы можете жить так, как вы хотите, жить в кайф. Вот это успех. А когда вы полюбите себя, снимете эту скорлупу, вы будете такими же успешными. Ребята, я сейчас завершаю эфир и вновь захожу, потому что мы продолжаем с вами разговор. Еще же впереди ваши вопросы. Но отвечу не всем.